Привет, ребята! Рад приветствовать всех у себя на канале. Канал Аму Кучинары. Канал любителей вкусно готовить и не менее вкусно покушать. На дворе у нас осень, листья желтые уже повсюду, и поэтому мы решили приготовить тыкву. Тыква практически у каждого, наверное, есть на даче. Если у вас ее нет на даче, значит она есть у вашей бабушки или у вашей тещи. Но тыкву в любом случае вы найдете. Тыква печеная с медом. Очень вкусная штука. Я знаю одного человека, который просто по ней фанатеет. Это мой батя. Передаю ему привет. Давайте готовить. Сегодня будем делать ее на гриле непрямым жаром. Время приготовления порядка часа. Все очень просто, интересно и вкусно. Из ингредиентов нам понадобятся сливочное масло, мед. Это у нас будет глазировочка для нашей тыквы. Здесь у нас смесь чили и карри, морская соль, черный перец, немножко яблочного уксуса и оливковое масло. Сначала нам нужно будет разобрать нашу тыкву. Разбираем. Самый проверенный способ убрать из тыквы семечки, так же как собственно из дыни, это ложкой. Поэтому ложкой мы сейчас вот так пройдемся. Волосики и тыквенные семечки удалим. Теперь тыкву половинем дальше. Жесткая такая вообще. И вот на такие вот порционные кусочки. Теперь выкладываем в поднос. Сейчас мы это делаем немножечко промаслим. Посолим, поперчим и на гриль отправим. Сверху чуть-чуть оливкового масла. На каждую тыкву. Вот и солнышко выглянуло. День чудесный. Теперь соль. Крупная, морская у нас. Но мы ее все равно будем выключить. Заценили какая у меня мельница. Монголоидного размера. Так же сюда чуть-чуть перца. И отправляем это дело в гриль. Нам нужен средний непрямой жар. В гриле это где-то две трети стартера угля. Мы его сейчас высыпем. Сформируем горкой посередине. Ставим решетку. Центральное кольцо нам не понадобится. Снимаем перчатки. Берем щипчики. И начинаем выкладывать тыкву. Можно даже сделать это руками. Вот так вот. Вокруг центрального кольца. Сразу смотрите, ребят. Куски, которые толстые. Которые в верхушке нашей тыквы были. Они будут готовиться дольше. Чем куски, которые потоньше. Но в целом, в общем, где-то час нам понадобится, чтобы нашу тыкву запечь. Так, подносы не выкидываем. Туда пойдет у нас готовый продукт. Накрываем это дело крышкой. Где-то минут на 30. Через 30 минут начнем делать глазурь. Заодно посмотрим, что внутри. Верхний и нижний поддух открыты, естественно. Я просто забываю все время это говорить. Я думаю, что вы уже знаете. Прошло уже 20 минут. Решили открыть, посмотреть, что там. И повернем на 180 градусов нашу тыкву. К жару лицом, так сказать. Так, закрываем крышечку. Пускай еще стоят. А мы пока приготовим глазурь. Для глазури нам понадобится сливочное масло. Где-то вот такой кусочек. Я не знаю, сколько здесь. Скажем, 4 столовых ложки. 4 столовых ложки меда. Смесь карри, чили-перца. И немножечко, совсем чуть-чуть, яблочного уксуса. Все это дело сейчас мы высыпем в сковородку. И немножечко на огне ее разогреем. Вот, купил какой-то необычный цитрусовый. Вчера с ним пил чай. Вроде ничего. Одна ложечка. Вторая ложечка. Вот очень вкусная. Так, сюда же яблочный уксус. И нашу смесь пряных специй. Карри обязательно попробуйте, чтобы он был не ядовито-острым. Потому что, если он ядовито-острый, добавлять в него чили я не рекомендую уже. Поскольку у нас, ребята, есть уличная плита. Ставим на плиту боковую горелочку гриля Genesis. Сейчас мы это все дело масло растопим. И это все дело мы объединим в единое целое. Смесь нашу помешиваем. Делаем маленький огонь. Мед растопился в жидкость. Но не давайте ему превратиться в черную карамель. Смесь реально пряная. Прям пахнет вообще. Проверяем ножичком. На готовность. Суши вот толстые. Прям им еще надо лежать. А я мягенькие. Супер прям. Маленькие которые. Так. Давай глазировать. Чтобы не испачкать нам наш гриль. Мы это дело все сейчас в подносы перекинем. И уже в подносах глазируем нашей смесью. Мы сейчас сделаем непрямой жар. Уголечки все подвинем на одну сторону. Чтобы два подноса у нас свободно здесь разместилось. Ставим в центральное кольцо. Если глазурь у нас застыла. А у нас она уже застыла. Мы ее немножко сейчас подогреем здесь. Не кладите глазурь слишком рано. Потому что если положите ее слишком рано. Она у вас будет черного цвета. Пряная смесь. Мед, масло. Если есть кисточка. То обязательно промажьте. Чтобы везде попала наша глазурь. Она очень быстро застывает. Отправляем нашу тыкву в гриль. На подносах. На непрямой жар. Уголь весь у нас сбоку. Два подноса входит. Без особых проблем. Закрываем это дело крышкой. Ну где-то 30-40 минут еще подождать надо будет. Вот эти вот. Которые вот такой вот лодочкой. На них глазурь сохранилась лучше. И они получились значительно вкуснее. Чем те. Которые вот такой вот формы. И вся глазурь с них слетела. Поэтому старайтесь делать тыкву в форме лодочки. Получилось оно очень вкусно. Если добавить немножечко метка. Она станет сладкой. Сейчас вот с таким количеством меда и специй. Она как гарнир. То есть не как какая-то сладость. Но люди которые любят тыкву. Им она очень понравится. Один кусочек бате я точно оставлю. Вот смотрите. Сейчас еще один кусочек возьмем. Ты будешь пробовать? Нет. Или ты не любишь тыкву? Супер. Тех кто давно не ел овощей. Вкусно. Вам очень понравится этот рецепт. Тем более тыквы сейчас есть в каждом доме. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Скоро будет еще больше рецептов. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.